Всем привет! С вами Михаил и сегодня мы поговорим об алмазных фрезах по бетону. На рынке представлено немало моделей этих алмазных расходников в разной ценовой категории, поэтому мы посмотрим, чем они отличаются, когда целесообразнее применять одни, когда другие, а также поговорим о таком важном параметре, как дисбаланс, и покажем, как проходит контроль качества по этому параметру. Основные параметры, на которые следует обращать внимание при выборе фрезы, это ресурс и скорость обработки материала. Сейчас мы посмотрим табличку позиционирования, чтобы сравнить эти параметры у различных фрез торговой марки Baumeser и Distar. Исходя из таблички позиционирования, мы понимаем, что чем выше скорость работы фрезы, тем ниже ее ресурс, поэтому нам необходимо понимать, когда есть смысл покупать скоростную фрезу, а когда нам важнее ее ресурс. Чтобы определиться, когда нам нужен ресурс, а когда скорость, необходимо обрисовать основные задачи, которые выполняются этими фрезами. Это снятие наплывов после опалубки, выравнивание полов, либо зачистка стяжки перед плиткой. Но условно все эти операции можно разделить на три категории по пространственному расположению. Это пол, это стена и потолок. Это очень важно, так как вес фрез может значительно разниться, и нецелесообразно подбирать слишком тяжелую фрезу для шлифовки потолков. Как видите, вес фрез может отличаться более чем на 60%, что существенно повлияет на усталость оператора при выполнении работ на высоте, либо на вытянутых руках. Исходя из этой таблички, мы понимаем, что более тяжелые фрезы, такие как бетон-про, бетон-уни, эксперт, либо ротекс, целесообразнее использовать при шлифовке полов, либо стен. А самую легкую фрезу Raptor лучше использовать при шлифовке потолков или при работе на вытянутых руках. Также хотелось бы отметить тот факт, что фреза эксперт имеет большую плоскостность алмазоносного слоя, что позволяет нам делать ровный пол, либо стену очень просто. А теперь поговорим о таком важном параметре, как дисбаланс. Если вы владеете автомобилем, вам наверняка знакомо понятие дисбаланс автомобильных колес. Простыми словами, это разница в весе на различных участках колеса. Такое же явление бывает и у фрез. Эта величина может колебаться от нескольких десятых граммов и вплоть до десяти граммов. Чем выше дисбаланс, тем выше нагрузка на оператора, значит и его усталостность при работе, и, конечно же, выше нагрузка на электроинструмент. Поэтому, работая фрезами с высоким дисбалансом, вы не только затрачиваете намного больше усилий, но и сокращаете срок службы вашего электроинструмента. Некоторые мастера путают такие дефекты, как биение и дисбаланс. На примере простых вещей, биение можно сравнить с поврежденным колесом велосипеда, которое при вращении отклоняется от оси, а дисбаланс с грохотом стиральной машинки. Зачастую дисбаланс в работе провоцирует биение. Некоторые производители алмазного инструмента упускают такой важный параметр, как контроль качества дисбаланса с целью экономии, так как это требует покупки дополнительного оборудования, а также включения новых операций в технологический процесс. Компания DISTAR контролирует абсолютно все фрезы по параметру дисбаланса. А как это происходит, вы увидите прямо сейчас. Так выглядит специальный станок для балансировки фрез. Здесь уже внесены все необходимые параметры. Мы просто устанавливаем нашу фрезу, зажимаем ее и включаем. На циферблате нам показывается размер дисбаланса и в каком месте он находится. Если эта величина выше нормативной, то в фрезе высверливается отверстие в тяжелом месте для ее облегчения. Хоть ассортимент фрез и весьма широкий, подобрать расходник под свои цели очень просто. Для этого стоит учесть такие параметры, как объем выполняемых работ и пространственное расположение объекта. Но не стоит забывать о таком важном факторе, как дисбаланс. При покупке фрезы обращайте внимание, есть ли на ее корпусе отметка баланс. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, вас ждет еще масса полезной информации.